МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала «Россия» продолжает вести Ульяновск. В студии Мадина Исмаилова. Здравствуйте. Далее о главных темах к этому часу. Ночь в снежном плену. Многокилометровые пробки, сугробы и спасатели. На область снова обрушилась непогода. Последняя информация о чрезвычайной ситуации на дорогах области в начале выпуска. От моста строителей до Ульяновска практически не добраться. Отчего сломались транспортные часы районных автобусных рейсов, разбирался Эдуард Истомин. Полтора миллиарда рублей на оздоровление Волги. В правобережной части Ульяновска начали работать обновленные очистные сооружения. Вряд за качеством продуктов. Специалисты Управления Россельхознадзора стоят на страже здоровья ульяновцев. И начнем выпуск с последней информации с автомобильных дорог. Всю ночь в снежном плену простояли автомобили возле поселков Мирный и Чердаклы. Дорогу замело настолько, что справиться со снежными сугробами специальная техника пытается до сих пор. Прокуратура Чердаклинского района Ульяновской области проводит проверку по скоплению многочисленных транспортных средств. Сейчас там работает наша съемочная группа и репортаж с места ЧП. Мы планируем показать в выпуске Вести Ульяновск в 21.05. Сотням автомобилей, оказавшимся запертыми из-за непогоды на трассе Казань-Буинск-Ульяновск, помощь оказывали спасатели. Автомобилисты до утра простояли посреди ледяной пустыни. Причиной стала грузовая фура, водитель которой из-за непогоды не справился с управлением и перекрыл движение другим машинам. Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области на снегоходах объезжает участок и оказывает необходимую помощь. На месте развернут подвижный пункт обогрева. На данный момент на участке введено временное ограничение движения для всех видов транспорта, которое сохранится до наступления благоприятных погодных условий. Ограничение на движение по федеральной трассе введено для всех видов транспортных средств с 5.30 утра и до сих пор полностью не снято. С половины второго движения начало осуществляться в реверсивном режиме. До сих пор закрыт для сообщений Ульяновский автовокзал. Сегодня в первой половине дня зал был полон пассажиров, снятых с несостоявшихся рейсов. Жду я здесь, наверное, часа два, два с половиной где-то так. Но мой автобус отменили, буду ждать до вечера сидеть. Движение закрыто с 21 часа вчерашнего дня, то есть 16 января, по распоряжению ГИБДД. До сегодняшнего дня, до сегодняшнего часа, до сих пор движение закрыто на всех направлениях, на всех областных дорогах, региональных, муниципальных, федеральных, все закрыто. В Заволжском районе вновь жалуются на транспортное сообщение. Напомним, полтора года назад чиновники анонсировали удобный маршрут из поселка мостостроителей до центра Ульяновска, но идиллия длилась недолго. Полтора года назад из поселка мостостроителей стартовали новые Семазы. Их приобрел Ульяновск электротранс. Сообщение с центром наладилось, радости не было предела. Ждали, наконец дождались. Это именно то, что просили жители мостотряда, нижние террасы. Поначалу Семазы четко возили людей с одного берега Волги на другой, но однажды транспортные часы сломались. Рейс сократили до стадиона на нижней террасе. В центр стали ездить с пересадкой. Ну, а дальше всех поразила болезнь. После шести водитель сказал, все, я заболел или что, автобус заболел. Вот такой вопрос. Почему очень часто болеют автобусы и водители и никого взамен? У нас на сегодняшний день должно быть 27 водителей. Сейчас мы имеем 13 человек всего. Машины мерзнут. К сожалению, они у нас мерзнут. Они такие, что, будем говорить, желают бы быть лучшими по качеству, по модернизации, но пока мы имеем то, что имеем. То есть понять и простить. Так, что ли? Да, в том числе понять и простить. Но у людей одна жизнь. Было бы две или три, то поняли бы и простили, говорят они. А тут злость берет. Когда плохое транспортное сообщение, многие атрибуты становятся просто бесполезными. Например, эта табличка для людей сродни красной тряпке для БК. Расписание-то не соблюдается. Раньше было шесть автобусов. Четыре ходили и два было резервных. Потом стало меньше, 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 потом один. Но сейчас, слава богу, два ездят, но только до нижней. Ситуация аховая. Народный фронт потребовал от города четкого графика движения и чтобы рейсы были не только в детское время. Во-первых, надо извиниться перед людьми за то, что не обеспечена нормальная работа. И сказать, что девчата, мужчины, значит, графика работы, маршруты 73-го будут организованы следующим образом. Есть вопросы и к диспетчерской. До нее не дозвониться, люди в неведении, придет автобус или нет, а на улице мороз. Но ответ начальника разочаровал. Ну, диспетчер перегружен, иногда как бы надо просто по-настоящему звонить. Да вот этот неубедительность, считают люди на их стороне, фронтовики. Замылись в проблему, не получится, говорят они. И вот сейчас мы услышали заявление с стороны тех людей, которые организуют движение 73-го маршрута, о том, что да, они возьмут на особый контроль. Буквально в течение двух дней будет предоставлен график движения и это будет соблюдаться. Но проблем в поселке куда больше, чем на первый взгляд. К примеру, не соблюдается и мера безопасности людей. Здесь они ходят по проезжей части, но этим пока никто не озаботился. Эдуард Истомин, Юрий Давыдов, Вести Ульяновск. Наспроект «Экология» в действии. В правобережной части Ульяновска начинают работать обновленные очистные сооружения. На реконструкцию в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» потратили около полутора миллиардов рублей. Это позволило снизить объем неочищенных сточных вод, сбрасываемых в Волгу. Благодаря обновленной системе биологической очистки сточные воды очищаются от фосфора, а также азота и его соединений. Само оборудование работает прекрасно. Что у нас наблюдается экономия электрической энергии. То, что мы ожидали по воздуходувным агрегатам, которые у нас регулируемы, по кислороду в аэротенках, что у нас довольно-таки хорошо. Происходит наращивание и это говорит о том, что качество биологической очистки нами будет на этих очистных сооружениях достигнуто. К концу нынешнего года аналогичные работы планируется завершить на левобережных очистных сооружениях в Ульяновске. Объем неочищенных сточных вод, сбрасываемых в Волгу, сократится еще на 100 тысяч кубометров в сутки. Благодаря уже запущенной в правобережье системе этот показатель снизился на 60 тысяч кубометров. На реконструкцию второй очереди мы планируем направить около 3 миллиардов рублей. И на реконструкцию третьей очереди пока планируется около 7 миллиардов рублей. Это огромные средства. Конечно, мы планируем реализовать эти объекты с помощью федеральных средств. Заявки на вхождение региона в новую федеральную программу оздоровления водных объектов готовятся. Предполагается, что реконструкция очистных сооружений будет продолжена. Специалисты управления Россельхознадзора продолжают бдить за качеством пищевой продукции, поставляемой на полки магазинов региона. В ушедшем 2023 году в Ульяновской области несоответствие требованиям качества и безопасности были выявлены в 11 пищевых пробах. В их числе 7 проб молочной продукции, 3 пробы мясных полуфабрикатов и 1 рыбной продукции. Управлением Россельхознадзора по фактам выявленных нарушений прекращено действие 10 деклараций о соответствии. Трем производителям выданы предостережения о недопустимости нарушения требования. Один производитель оштрафован на 50 тысяч рублей с выдачей предписания об устранении нарушений. По данным нарушениям приинформированы Министерство просвещения, социального развития и органы прокуратуры Ульяновской области. Это Вести Ульяновск. Мы продолжаем. В Ульяновской области за год появилось 32 центра активного долголетия, которые охватили более двух тысяч граждан старшего поколения. Территориальные общественные самоуправления развиваются. В Мостовой Слободе, как и в других ТОСах, продолжают готовить и раздавать хлеб. С начала января центры долголетия открыты и радуют новостями. Какими узнавала наша съемочная группа. Начать год с любимого кино в своей доброй компании так решили активисты ТОСа Мостовая Слобода. За словом дело, а там и участники как всегда подтягиваются скоро. Каждый четверг у нас чай пяти. Обсуждаем какие-то новшества, кто-то что-то новое у нас, какие-то рецепты. Лечимся. Мы здесь лечимся. Массаж делают. У меня, например, это самые сосудистые, сосудистые. Я эти окончания садимся. Координация, ходьба у нас. Новая практика. Профессиональный массажер видит целого кресла новогоднее приобретение. Необычный подход к профилактике здоровья полюбится здесь каждому, уверены в ТОСе. Массаж шейно-воротниковой зоны, массаж рук, ног и голени. Также и стопа. По соседству с утра уже пахнет хлебом. Пекарь Эльмира Шувалова ловко раскидывает тесто по формочкам. Тесто поднялось, подошло, можно раскидать. Вес маленького хлеба за курицей 300 грамм. Потом будет большой, он не в 600 грамм. На готове очередная партия буханок, которые за считанные минуты разойдутся по домам. У нас на территории Ленинской области действует 10 таких благотворительных пекарей. И хочу отметить, что только с 2023 год было рождено больше 100 тысяч буханок хлеба нуждающимся. Притом не нужно справку ввести или соцзащиты, или администрации. То сами решают, кому этот хлеб можно раздавать, кто нуждающийся, разносит по домам. Первую партию в новом году везут в Центр активного долголетия, где и собираются те самые жители поселка. Кто пообщаться, кто делом благотворительным помочь, кто здоровье поправить, а кто, как всегда, поюморить. Как хлеб? Горячий? Горячий. Всегда горячий. Получаем. Придешь, корочку отрежешь, с молочком съешь, поэтому толстый. Вот так, с шутками, но на серьезном деле строится работа большой компании, в которой все роли распределены и все участники довольны. В Ульяновской области только за последний год при ТОСах появилось 32 центра активного долголетия. Они вошли в нацпроект «Демография». А впереди у ТОСов создание новых благотворительных пекарен и новых центров активного долголетия, где все строится на энтузиазме участников. Ксения Грищенко, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. Занятие, которое приносит радость и тебе, и тем, для кого ты перевоплощаешься. Коллективы школьных театров провели фестиваль-конкурс в рамках нового нового федерального проекта «Всей семьей». Ксения Грищенко расскажет подробнее. На сцене 30-й гимназии сразу несколько школьных театров. Темы января самые простые и самые добрые. Среди выступающих коллективы из разных школ у каждого своя изюминка. Катя Котлова из 62-й играет роль ангела. Тяжелые колокола, но о звонах легок светил, слышал он на целом свете, от него душа светла. Антипод, ангелочка, в Баба Яга из кружка 10-й средней школы. Старшеклассница Полина так вживается в роль, что ловит огромное удовольствие от работы и импровизации. Здесь обычно меня боятся, пытаются как-то от меня отбежать, хотя на самом деле Баба Яга становится доброй, а поначалу она пытается как-то навредить им. На самом деле очень интересно играть на таких мероприятиях, потому что видно эмоции детей. Эмоции детей то, ради чего и устраивают такие концерты. Каждый к своему выступлению готовится с удовольствием и трепетом. То же касается и родителей юных театралов. Ребенку нравится, нравится родителям, потому что мы готовимся основательно, начиная с костюмов, причесок и собственно само настроение так же поднимается. Такие театральные представления прошли одновременно на нескольких площадках во всех районах Ульяновска. В своей постановке показали ребята из 30 школ. И такой праздник только начало тематических мероприятий, стартовавшего года, посвященного семейным ценностям. Еще один проект к году семьи посвященный это региональный фестиваль, в котором мы очень надеемся будут участвовать огромное количество семей, абсолютно все образовательные организации от детского сада до школы, где будет возможность проявить себя семьям и свое увлечение показать, и показать свой здоровый образ жизни. И показать свои культурные традиции, которые, безусловно, есть в каждой семье нашей большой России. Вот так плавно из года педагога в год семьи перешел Ульяновский регион, сочетая две темы между собой и продолжая традиции наставничества. Впереди фестивали, конкурсы и море положительных эмоций участников. Ксения Грищенко, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. Ульяновский зоопарк пополнился новым питомцем. Лосенок Макс, потеряв мать, вышел к людям, ища помощи. А у жителей региона еще свежа в памяти история львенка, который поселился в нашем зоопарке перед самым Новым годом. Лосенку Максу чуть больше полугода, по лосинам меркам совсем ребенок. Мать лосиха, скорее всего, стала добычей охотника. Прибыл Макс в зоопарк из Меликевского района. Он остался без матери, которая его должна опекать. И погибал практически уже, обессилел. Начали его загонять уже собаки и прочее. Если в деревенскую. Ну, конечно, может, в деревенскую какие-то бродячие. То есть он прибился уже, по сути дела, он уже прибился к населенному пункту, то есть искал какой-то помощи. В зоопарке лосенку залечили раны на ногах и на крупе. То есть задней части туловища. Помощь людей Макс принял с благодарностью. Когда обрабатывали раны, не сопротивлялся. И за считанные дни уже отъел бока. Пока ласковый. До тех пор, пока у него не появились рога и не начался первый год, он ласковый и любознательный. Когда у него появятся конкретные рога, мы к нему уже близко не подойдем. А так, по характеру, они вполне уже вчивые лоси. За картошку они там, за морковку пойдут куда угодно с тобой. Я, та же корова, только весная. Также на карантине здесь находится полугодовалый львенок Цезарь, вмиг ставший любимцем сотрудников зоопарка. Сюда его доставили служители правопорядка перед Новым годом, вырвав из лап контроводистов. Мы рады. Мы рады. Неужели такое чудо? Это наше счастье. Счастье активно набирает вес. Меньше, чем за месяц прибавил 15 килограммов. Сейчас пока 45 килограммов весит. Мы его сегодня свежим. 45 уже. Будет до 150. И есть с чего прибавлять в весе. Кормят царя зверей здесь говядиной. 3 кило в день. Завтрак еще не доел. Да и к новому мясу нерванул. Предпочтение отдал молоку. Все-таки он котенок. Цезарь, как любой ребенок, охотно играет, особенно с людьми. При этом увечья никому не наносит. Соизмеряет силу. Вообще сотрудники зоопарка отмечают его ум. Например, он чистоплотен. Использует исключительно лоток. Но главное, он понимает человеческую речь. Парень он у нас умный. По-русски даже понимает. Ему скажут, сейчас я через пять минут вернусь Наташа, допустим, здесь. И он будет ждать. Около клетки сидит? Да, около двери вот здесь сидит и ждет. Если пообещать. Если или там я к тебе принесу, что-нибудь. Он будет вот так вот сидеть, ждать. В ближайшие дни, когда закончится карантин и не будет сильных морозов, Цезаря ждет первая прогулка. Чтобы ульяновцы тоже смогли познакомиться с ольвенком, ему нужен вольер. А зоопарку под него дополнительная территория. И этот вопрос сейчас как раз обсуждается с городскими властями. Илла Шахова, Михаил Державин, Вести Ульяновск. На этом наш выпуск подошел к концу. Далее информация о погоде, а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. Все о выборах в России мы расскажем вам подробно. Разобраться в них несложно, важно, честно и удобно. Где узнать все о выборах? Накалилась обстановка. Деду не найти листовку. Принесли ее вчера. Отвечайте, детвора. Это дело ваших рук. Открываем ноутбук. Расскажу вам по секрету. На просторах интернета есть о выборах ресурсы. Сайт открыл и сразу в курсе. Данные о кандидатах, выборов, места и даты, результат голосований избирательных компаний. Ух, как все технологично. Убедиться можно лично в интернете, посмотрев на портале цик.рф. Выбирать в стране свободно, важно, честно и удобно. Сейчас в Ульяновске минус 5. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81%. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. 2 метра 2 метра